Огромные замороженные пространства привлекали человечество на протяжении всей современной истории. А с конца 19 века покорение Северного полюса превратилось в гигантское и совсем не спортивное соревнование. Ставки здесь как никогда велики. На арктическом шельфе сосредоточено более четверти всех земных запасов углеводородов. Но не только современные источники энергии влекут сюда людей, ответственных за судьбы мира. Битва за Арктику началась еще в те времена, когда о месторождениях нефти и газа в этих районах никто и не догадывался. И сегодня она лишь подходит к своей решающей стадии. В ноябре 1918 года в отеле «Времена года» на Мюнхенской Вильгельмстрассе проходило необычное собрание. Сотни молодых людей, прибывших в столицу Баварии со всех концов Германии, посвящали в рыцаре ордена Туле. Процедура проходила с соблюдением всех средневековых обрядов. Хотя на дворе уже заканчивалось второе десятилетие 20 века. В период революции социалистической в Германии, в частности в Баварии и в Мюнхене, который был центром этой революции, существовала масса различных политических организаций, которые по-разному видели будущее. Коммунисты, понятно, да, они представляли себе коммунистическую утопию. А вот эзотерические общества, к которым относится и общество Тули, они представляли себе утопию в масонском, я бы сказал, стиле. То есть это некое общество людей, познавших истинную мудрость. Официально эта организация называлась Обществом изучения германских древностей. Но больше она была известна как Закрытый клуб Тули. Это название было взято из греческих легенд о северной земле Ультима Тули, которая считалась прародиной современного человечества. Среди посвященных было немало аристократов, высокопоставленных офицеров, искателей приключений и весьма посвященных людей той эпохи. Общество Тули – это уже довольно достаточно поздний период в рамках этой мифологии. Дело в том, что, в принципе, первооснова легенды о Туле, отправляем, опять же, к античности, то есть это античный миф о путешествии Пифея, который открыл некую землю на севере, которая называется Ультима Тули, то есть самая крайняя земля, просто он выше не смог подняться. Затем, в общем, в принципе, в эпоху Великих Географических Открытий, когда большинство открытий Пифея было подтверждено, остров Тули не был обнаружен, то есть он до сих пор географически не локализован. К ордену примкнули десятки послушников, для которых тайные знания человечества не были такими уж тайками. Медиумы, ясновидящие, толкователи оккультных теорий и просто люди с паранормальными способностями. Помимо сходства политических взглядов, участников нового общества объединял повышенный интерес к эзотерике, учению кабалы и мистическому наследию рыцарских орденов, тамплиеров и розенкрейцев. Уже тогда ведущие позиции в обществе Туле занимали будущие нацистские бонзы. Альфред Розенберг, Герман Геринг, Рудольф Гесс, Дитрих Экхард, Готфрид Федер и многие другие. Смешивались мифы скандинавские и с преданиями, с песнями о небелунгах, об Эдмунде и так далее, и так далее. То есть, попросту говоря, вот эти древние эпосы смешивался с мифологией и создавались какие-то супергерои, сверхчеловеки, которые не боялись смерти, которые совершали какие-то подвиги, почему не человеческие подвиги, видимо, им помогали боги. Вот в чём идея-то. И вот на этом, то есть, попросту говоря, мы наследники вот этих суперменов. Мы должны быть тоже суперменами. Частью официальной доктрины Тули был поиск следов протоарийской расы, которую они полагали предками современной гермации. Руководители общества достигли больших успехов в расшифровке древних манускритов. Уже тогда они были уверены, что знают, где находятся останки страны Тули, известной как часть грандиозной гиперборийской цивилизации. В 1918 году, когда будущее Германии ещё казалось туманным, они собирали вокруг себя людей, готовых отправиться к Крайнему Северу и найти наследие великого народа древности. Так начиналась грандиозная битва за Арктику, Средиземное море будущего, Великая Арктическая Гудка. Начиная с 17 века с морской экспедиции Генри Гудзона, человечество не оставляло попыток покорить вершину мира, Северный полюс. Для многих исследователей его достижение стало смыслом жизни. К началу 20 века это соревнование достигло апогея, и новости о покорителях полюса шли на первых полосах газет. Один из наиболее знаменитых исследователей Арктики, американец Роберт Пири, в шутку назвал ситуацию с покорением полюса полярной гонкой. Термин этот прижился и продолжает активно использоваться и сегодня. В те же годы была обозначена разница в приоритетах покорения Арктики между крупнейшими политическими игроками. Всем известны имена покорителей Северного полюса. Соперников двух. Первый оказался на полюсе американец Пири, Куб претендует на первенство. Но это была просто, мне кажется, такая погоня за сенсацией. Официальной датой начала глобальной полярной гонки принято считать август 1895 года, состоявшийся в Лондоне шестой международный географический конгресс призвал географов планеты направить максимальные усилия на изучение Арктики. За полярный круг отправились сотни экспедиций и научно-исследовательских судов. Это были и частные вылазки отдельных эксцентричных богачей и поисковые партии крупных государств. Как раз во время вот этих вот экспедиций одиночек, романтиков накопилось достаточно много уже информации об Арктике, уже появились достаточно хорошие карты, уже информация была, сведения научные там о течениях, об особенностях климата. И государство, общество стало понимать, что освоение Арктики это экономически и политически выгодно и нужно. Интерес к покорению полюса среди читающей публики Европы был огромным. Страсти подогревало еще и то, что многие люди на планете верили в существование на крайнем севере свободного от льдов моря. К тому же самые точные карты позднего средневековья, составленные Герардом Меркатором, отчетливо указывали на то, что вершина мира совпадает с древним материком Гипербореи. Когда анализируешь и сравниваешь эту карту Меркатора с картой палеобатиметрическими картами, картами палеогеографическими Арктики, рельефа дна Арктического региона, которых имеется достаточно много, то получается, что карты Меркатора соответствуют облику Арктического региона примерно 44-40 миллионов лет назад. Ученые, пытавшиеся расшифровать послания древних, размещали Гиперборею то в Северной Германии, то в Гренландии, то на Русском Севере. Греки называли ее государственное устройство идеальным. Герардот утверждал, что ее обитатели владели секретом вечной молодости и умением передвигаться по воздуху словно птицы. Предания о летающей расе можно найти не только в греческих легендах, но и в тибетских, индийских источниках и преданиях южноамериканских индейцев. В индийских текстах об этом говорится постоянно. Там описываются не единичные летательные аппараты, а во многих местах, во многих местах Махабхарата, Пуран, Ромаина говорится, что целые вереницы космических параблей приводятся их в конструкции, что это их было основное средство передвижения. Описана масса эпизодов, когда они летали через всю Землю. По-видимому, даже у меня создается впечатление, что пересекали Землю от Северного до Южного полюса. Считалось, что потомки гиперборейцев передали древним грекам лишь небольшую часть своих научных знаний. Основные же достижения их цивилизации исчезли или были спрятаны в эпоху великой планетарной катастрофы. Одним из предполагаемых мест, где могло быть сокрыто техническое наследие гипербореи, считается побережье российского сектора Арктики. Гиперборея в других местах так не называется. Вот, например, в славянских преданиях Сварога у цикла, древнейших славянских преданиях Сварога у цикла, существует земля, которая называлась рай Сварога. Она по-разному локализуется. Некоторые считаются, что она находилась где-то в облаках, но при анализе детального предания все-таки получается, что она находилась на земле, на севере, и называлась Сварга по имени Сварога или Голубая Сварга, как ее часто называют. Иногда ее сопоставляют с раем славянским, ирий. И перворейские идеи и тайны привлекали не только немцев. Среди руководства большевиков имелось немало мистиков и знатоков оккультистов. Наследие Гиперборея рассматривалось ими вполне серьезно. Оно давало надежду на выход из критической ситуации и возрождение былой мощи и величия. То, что в основе коммунистической идеологии лег вот этот материализм, это историческая случайность. Потому что, в принципе, Маркс, который является основоположником идеологии коммунистической, он был связан с теософами, с теософскими вообще доктринами, прекрасно в них разбирался. Его дочка, одна из его дочерей, была замужем за видным деятелем теософского общества. И, в принципе, не было каких-то серьезных препятствий, потому что теософия тоже отстаивала идею необходимости создания нового общества, построена на новых принципах, новой утопии. В конце января 1920 года в Петрограде торжественно была открыта научная конференция под эгидой одного из первых в Советской России научных учреждений Института Москва. Руководитель Института, блистательный академик Владимир Вехтерев, представил участникам молодого ученого-космиста Александра Марченко. Он был ярым приверженцем теории о существовании в далеком прошлом высокоразвитой цивилизации, погибшей в результате гигантского катаклизма. По его мнению, остатки древнего государства были укрыты в Гималаях и на русском крайнем севере. Ученый Совет Института Москва решил отправить поисковую партию во главе с Барченко в район Мурман, нынешнего Кольского полуострова. В конце августа 1922 года экспедиция в составе нескольких научных работников и проводников из числа местных жителей Лопарей достигла берегов Сейд-Озера. Это один из самых загадочных водоемов не только русского севера, но и планеты в целом. На его берегах проводили камлания саамские шаманы. Здесь же чаще всего в Заполярье происходят вспышки так называемой арктической болезни или меряченья. Меряченье, он, кстати, между прочим, этот феномен до сих пор проявляется, о нем написано довольно много трудов, даже современных. Это вот когда в условиях Крайнего Севера, когда вокруг такая пустота и такие обширные пространства, холод и так далее, у человека начинается меняться в сознании, когда он, в общем, может отключиться от собственной индивидуальности, подключиться, скажем так, к коллективному «я». То есть люди могут начать совершать какие-то коллективные действия совершенно бессмысленные, напоминающие животные действия, причем могут их совершать очень долго, последовательно это отмечалось и у полярников, которые зимуют там, и у местных жителей. В поздней осенью 1922 года сразу несколько крупных большевистских газет вышло с сенсационными заголовками. В них говорилось, экспедиции удалось обнаружить священное эссейд озера с остатками колоссальных священных изображений, доисторическими просеками с полуобвалившимися подземными ходами-траншеями, защищавшими подступы к священному озеру. С этого момента начался взлет карьеры Барченко, и этот факт, несомненно, связан с его находками и открытиями, сделанными во время путешествия в Заполярье. Из безвестного ученого-энтузиаста он вырос в научного консультанта Наркомброса, а затем и в научного руководителя секретной нейрофизической лаборатории ОГТУ. Деятельностью Барченко заинтересовались в высших сферах власти большевиков. Среди первых лиц Советской России было немало людей, разделявших оккультные теории. Больше всех был Луначарский склонен В значительной степени под влиянием эзотерических учений находился Богданов, глава, так сказать, боевой части партии. В принципе, известно, что увлекались эзотерическими учениями Чечерин. В общем-то, ими интересовались и Ленин, и Сталин, и Троцкий. Дело в том, что тогда, в принципе, эзотерические учения находились в контексте обсуждения постоянного. Они пытались найти некую вот эту вот золотую середину между наукой современной и религиозными какими-то воззрениями. В Германии знали и об экспедиции Барченко, и о его успехах в поисках наследия Арии. И сама мысль о том, что технические секреты гипервареи могут оказаться в руках у большевиков, вызывала ярость у членов Мюнхенского общества Туле. Они всю свою деятельность посвятили поискам древних арийских артефактов. И теперь появилась вероятность того, что эти святы не попадут к тем, кого магистры Туле называли недостойным. Куда вообще возникла идея арийской расы? Дело в том, что, в общем, как раз в 19-18-19 веках стало общеупотребимым в Европе, что существовало некое проточеловечество, то есть некая община людей изначальная, небольшая сравнительно, которая разговаривала на одном языке, имела общие корни происхождения. И, в общем, на этой базе возникла теория, что когда-то существовала некая цивилизация, более развитая, чем наша, которая достаточно быстро развивалась, которая подчинила себе всю Европу и которая обладала какими-то возможностями, технологиями, которые позволяли вот этими незримыми силами управлять. В записях Барченко было немало написано о могучих источниках энергии, которыми пользовались гиперваритцы. Оставалось лишь найти их и с помощью расшифрованных древних манускриптов научиться использовать. Советская разведка не раз сообщала о повышенном интересе ряда немецких влиятельных лиц к исследованиям в Заполярье. Иностранный отдел ОГПУ докладывал в Кремль и о духовных практиках общества Тули. Само общество Тули могло оказать и незначительное влияние, или наоборот даже более значительное, чем мы знаем. Это не имело особого значения в рамках построения третьего и последующего тысячелетнего рейха. Важен сам миф о Туле. Дело в том, что он в принципе являлся сюжетообразующим, ключевым и может быть центральным в идеологии, вообще в мифологии третьего рейха. Еще в начале 20-х годов руководители немецких тайных обществ наконец определились с главным союзником по политической борьбе. Осенью 1919 года к ним на правах наблюдателя примкнул бывший фронтовик и скромный художник от Гольф Гитлер. Харизматичность Гитлера, его умение притягивать массы слушателей были по достоинству оценены верхушкой братства Тули. Ему отвели роль посредника между высшей кастой жильцов и широкими массами простых немцев, руками которых планировалось строить государство нового типа. Когда будущий фюрер сидел в баварском тюремном замке Ландсберга, его навещал один из самых знаменитых людей, причастных к обществу Тули, доктор социологии Карл Хаусхофер. Безусловно, Гитлер верил во многие аномальные явления, в парапсихологию. Гитлер много уделял внимания гипнозу и учился гипнозу для того, чтобы гипнотизировать как своих соратников, так и весь германский народ. И в конце концов Гитлер постепенно сам себе внушил, что он тоже является сверхчеловеком и близок к богам. Беседы Карла Хаусхофера с Адольфом Гитлером часто походили на общение мага с медиумом. Более 10 лет ученый прожил в Японии, Тибете и Гималаях, постигая основу мистицизма и эзотерики. В Алхасе ученый общался с монахами из ордена «Желтые шапки», достигшими истинного просветления. Там же он вступил в тайное азиатское общество «Зеленый дракон». Великое братство Азии, объединившее все мистические течения. Хаусхофер был буквально одержим идеей существования в Арктике древней цивилизации, сведения о которой ему передали тибетские монахи. Из недавно рассекреченных документов стало известно, что в середине 19 века руководители мистических орденов Азии решили передать европейцам часть своих сакральных знаний. В то время возникло новое поколение интеллигенции, которое вот эти все новые идеи впитывало очень быстро, но в то же время оно еще не было способно отказаться от религиозного мировоззрения, которое все-таки предшествовало практически два тысячелетия. И поэтому в поисках компромисса некоторые люди стали придумывать некоторые такие вот новые, что называется, исторические доктрины нового времени. Лишь немногим из европейских паломников удалось добиться аудиенции высших иерархов зеленого дракона. Доступ же к тайным знаниям получили и вовсе единицы. Это были знаменитые мистики российского происхождения Елена Пловацкая и Георгий Гурджиев. Через них тибетцы контактировали с другими искателями тайных знаний, среди которых было немало будущих членов СССР. В чем-то идеология Рейха что-то взяла от язычества, что-то взяла от идей общества Тули, что-то было взято из христианства. И вот этот вот коктейль был, в общем-то, преподнесен германскому обществу в рамках идей превосходства арийской расы. Нам доподлинно известно, что будущий фюрер много и часто консультировался с ясновидцами и медиумами общества Тули. Личным астрологом Гитлера долгое время был Эрик Янганус. Имелись и другие оккультные деятели, впрямую влиявшие на мировоззрение Гитлера. Они обучили его впадать в священный транс и вести за собой огромные массы людей. Благодаря им он и пришел к власти в Германии в 1933 году. Все Великие революции начинались с отрицания христианства. Что Французская Великая Революция, что Хаоптябрьская Революция, что Социальная Революция в Германии в 1930-х годах. Но почти сразу вожди этих революций стали понимать, что без религии им не обойтись. Ну а в Германии Гитлер и Гиммлер стали создавать какие-то мистические, религиозные идеи создания арийцев, божественность в происхождении арийской расы. Едва Гитлер дал присягу в качестве нового канцлера, братство Туле было запрещено, а выпускаемые им книги публично сожжены. Но большинство братьев спокойно вписалось в структуры новой власти. А ныне все функции по изучению древнего наследия переходили от общества Туле к спецотделу СС Анэнеры. Как показывают попавшие к нам в руки рассекреченные документы, эсэсовские ученые готовили экспедиции ко всем известным на тот момент местам силы. В их планах значились Тибет, внутренняя Монголия, Индия и советская Арктика. Эти будущие походы лично санкционировал глава СС Генрих Гиммлер. Гиммлер воспринимал историю ближе как раз к эзотерике в теософском духе. То есть он считал, что действительно существовали какие-то древние цивилизации, что мир возник из столкновения льда и огня, потом возникли некие энергетические сущности в рамках теории Ганса Гербергера. То есть он был более в этом смысле такой метафизик и более религиозный человек. В апреле 1938 года в Лефортовской тюрьме были расстреляны члены научной группы Барченко-Бокке. Это был закрытый процесс. Ни суть дела, ни ход суда, ни дело производства, занявшие свыше 300 томов, так и не стали в те годы достоянием широкой общественности. Недавно рассекреченные архивные документы говорят, речь шла о создании тайного общества по образу и подобию масонских лож и не где-нибудь, а в среде высших офицеров органов ОГПУ НКВД. Оно получило название «Единое трудовое братство». Общество было создано сразу по окончании той самой арктической экспедиции, ставшей звездным часом Александра Барченко. Вскоре он сформулировал новую идеологию чекистского братства, основанную на древнем умении управлять массами. То есть он действительно считал, что есть определенные научные практики, которые на самом деле магические, если посмотреть на них со стороны, на счет их научными, которые использовали вот эти древние цивилизации для управления, для повелевания массами, и которые могли бы быть использованы сегодня для насаждения вот этих вот доктрин нового общества. Сегодня бы это назвали психотронным оружием, грубо говоря. Известно, что «Единое трудовое братство» готовилось к экспедиции под эгидой ОГПУ на Дальний Восток и Тибет. Здесь чекисты намеревались отыскать левние артефакты и овладеть тайным знанием старинного учения. Александр Барченко уверял своих покровителей из органов, что знания Дюнхор могут помочь в строительстве социального государства. Походы в Тибет и Гималайя должны были стать следующим шагом после анализа находок, сделанных экспедицией Барченко на Кольском полуострове. Но освоение Арктики Советским Союзом пошло по другому пути, где гиперборейским теориям Александра Барченко и Глеба Пуке места уже не было. Глебокий и его организация попала тоже фактически под этот пресс именно в связи с тем, что они отстаивали совершенно другое представление о будущем, чем Сталин. Глебокий действительно занимался такими вещами, которые находились тогда на грани науки и фантастики. И вот его знакомство с Барченко стало роковым, потому что Барченко убедил его в этих идеологических аспектах, то есть показал убедительно, что вот и раньше существовали некие цивилизации, которые этим обладали, и что мы эту вот древнюю науку Дюнхор вполне можем использовать в лишних целях. С разгромом группы Барченко-Буке руководство большевиков отказалось от изучения мистического наследия Арктики. Совсем по-другому обстояли дела в Германии. Первая официальная германская экспедиция в советский сектор Арктики состоялась еще до прихода к власти нацистов. Летом 1931 года с ленинградского аэродрома Комендантский на север отправился знаменитый немецкий дирижабль граф Цепелин. Так уж случилось, что его полет был спланирован германским воздухоплавателем полковником Вальтером Брунсом, который имел самое непосредственное отношение к обществу Туле. Знаменитый полет дирижабля Цепелин в Арктику преследовал на 80% разведенные военные цели. Но не исключено было, что его организаторы надеялись найти какие-то остатки древней цивилизации Туле, что существенно помогло Германии в ее идеологической и политической борьбе. Через месяц после приземления Цепелина из Берлина в Москву пришло официальное уведомление. Немецкая сторона сообщала, что пленки с ценнейшей картографической информацией погибли в результате оплошности одного из тех веков. На самом деле карты, конечно же, никуда не исчезали. Часть их была отправлена военным, а некоторые документы попали в руки магистров Тули, которые сверяли их со старинными манускриптами. Теперь они уже были убеждены в том, что просторы Кольского полуострова несомненно являются хранилищем тайн одной из арийских процивилизаций. С этого самого момента экспансия на север превратилась в одну из навязчивых идеи Гитлера. Вскоре свет увидели проекты Ледяного Рейха и Европейского Полярного моря, ставшие частью печально известного плана мост. Его автором был один из братьев общества Тули Альфред Розенберг. Например, мифология Розенберга подразумевала противостояние еврейства и еврейства. То есть это были такие два взаимоисключающих момента в истории, которые с одной стороны вроде бы друг друга пытаются все время уничтожить, но в то же время способствуют прогрессу. К концу 30-х годов Советский Союз достиг невиданных успехов в освоении полярных пространств. Весь мир знал о пропагандистских акциях большевиков, беспосадочных перелетах через Северный полюс, спасениях бедствующих арктических экспедиций, дрейфующих метеостанциях. К началу войны Северный морской путь был уже действующей транспортной коммуникацией с отлаженной инфраструктурой. Последнее плавание, после которого Северный морской путь считали окончательно освоенным, это поход ледореза Литки за одну навигацию за 84 дня по Северному морскому пути, только не с запада на восток, а с востока на запад. У немецкой разведки АПРА имелись разрозненные сведения о характере советских исследований. Все они лежали сугубо в практической области и на первый взгляд никак не касались гиперборейского наследия. Но рано или поздно такая активность привела бы к тому, что древние артефакты могли оказаться в руках большевиков. В отделе СС Аненербе изучали труды Барченко и знали о том, что в окружении красных вождей есть люди, которые могут воспользоваться древними артефактами. И именно этот факт сыграл решающую роль в планах гитлеровского военного команды. В тот период многие из исследователей той поры предполагали, что цивилизация гипербореев не исчезла, что она жива, но находится где-то в толще земной коры и продолжает там существование. Поэтому эсэсовцы стремились вступить в контакт, если будут обнаружены признаки существования этой цивилизации, контакт с этой цивилизацией. В апреле 1940 года в крупнейшие порты Норвегии вошли боевые корабли германских военно-морских сил. В течение 48 часов были захвачены основные города страны, центры коммуникаций и крупнейшие промышленные объекты. Так буднично и рутинно для того времени началась горячая фаза грандиозной полярной гонки. А уже к началу 41-го года все было готово к решительному броску в советское Заполярье, которое в среде высшего немецкого командования называлось не иначе как Вундерленд Земля Чудес. На советско-норвежских границах сконцентрировались пять дивизий из состава армии Норвегия. Они готовились к захвату северной части Кольского полуострова, о котором фюрер мечтал с маниакальным упорством даже в ущерб стратегическим интересам и союзническим отношениям. Немцы, кстати, с финами поругались, нам энергии пришлось давить, чтобы исконную финскую территорию Кольский полуостров был объявлен зоной интересов Германии. По мнению экспертов, битва за Заполярье настолько обособлена от всей истории Второй мировой войны, что ее вполне уместно было бы назвать Первой Арктической войной. Наступление на Мурманск развивалось вопреки логике остальных боевых действий, велось другими методами и, казалось бы, не имело конкретных задач. Истинные цели грандиозных арктических операций были ясны только Гитлеру и Сталину. Север в тот момент не был заполнен плотно, населен так, как южные, центральные, западные области Советского Союза. И поэтому я думаю, что руководство и командование немецкое предполагало, что здесь можно удастся обойтись малыми, но квалифицированными военными силами. и поэтому вполне хватало двух, трех обученных дивизий, профессионально подготовленных к работе в этих широтах, к введению военных действий в этих широтах, и можно достичь определенного эффекта. Весной 41-го года в район советско-норвежской границы прибыли части 6-й горно-стрелковой дивизии. Это было весьма необычное соединение в структуре СС. Оно славилось тем, что выполняло самые деликатные и даже невероятные задания руководства Черного Ордена. Горные стрелки сопровождали группам фюрера СС Эрнста Шефера во время экспедиций в поисках Шампана. Они же водружали знамя со свастикой на вершину сакральной горы Южной Европы Кавказского Эльбруса. Участвовали они и в критской операции. Они искали здесь наследие древнего народа филистимлян с их мрачным культом Вильзиума, одного из воплощений самого дьявола. Что касается 6-й дивизии СС, то в числе других задач, которые там решались, это ставилась задача еще мистического характера, а именно специализированные подразделения, действующие в составе этой дивизии или приданной этой дивизии, решали задачу поиска различных артефактов, решали задачу поиска различных сакральных мест. В Заполярье гитлеровские командосы должны были захватить и охранять те территории, которые отдел СС Аненербия планировал использовать для будущих поисков гиперборейского наследия. Но это не самая сложная для элитных войск задача вдруг столкнулась с мрачной милостью. Германская машина, на поры не знавшая сбоев, вдруг словно сломалась в каменистой пыль советской Арктики. Столь обескураживающая начало Арктической войны вызвало у Гитлера целый ряд дурных решить ни одной из задач, которая ставилась перед 19-м и 36-м корпусами вермахта. Немцы не смогли пересечь госграницы в этом регионе, в этом районе. Они завязли в горных массивах Мустат-Ун-Дури и по сути дела война там приняла позиционный характер на протяжении всей войны до 44-го года. После чего серии оперативных десантов войска 13-го горно-стрелкового корпуса были разгромлены. С осени 41-го года тайная война за наследство Гипербореи продолжилась в ином формате. Никто теперь точно не скажет, сколько диверсионных групп особого назначения высадилось в начале войны на Мурмане и в Северной Карелии. Но было их великое множество. О задачах, которые они выполняли, стало известно лишь после войны. Раскрытые в начале 90-х документы Комитета Госбезопасности говорят, что поздней осенью 1955-го года советская геологическая партия обнаружила в районе Сейт-озера древний тоннель искусственного происхождения. Вел он вглубь земли, но горло шахты было завалено свежим взрывом. Неподалеку от входа в галерею геологи обнаружили целый склад обмундирования геологических инструментов и приборов немецкого производства. Очень много информации, что земля пронизывается какими-то туннелями, по которым можно попасть из одной части в другую, в том числе и на север. Но это не совсем, конечно, полая земля, но тем не менее вот система туннелей и, наверное, это имеет право на существование вот такая гипотеза, потому что, опять-таки, я сам бы бывал в целой серии подземных городов, их действительно много. Что искали немецкие геологи в безлюдной полярной тунне? Нашли ли они наследие гипермарии? Вот что нам говорят рассеквеченные документы отдела Аненербе. Летом 1942 года по личному приказу Гитлера в район советско-германской линии фронта были доставлены уникальные буровые установки. Часть из них отправили в специальную закрытую зону, подробно обозначенную на картах СС. Включала она и район Сейд-озеро, и Левозерскую тундру, находившиеся в тылу Красной Армии. Изыскательские работы нацистских геологов закончились, и настала пора практического. В индийском эпосе описывается, что древние цивилизации владели каким-то сокрушительным оружием, которое по своему воздействию напоминало наше ядерное, термоядерное оружие, лазерное оружие, дротик Индра, например, называется, с помощью, когда луча света, который генерировал рефлектор, пожиралась какая-то цель в воздухе, рефлектор наводился на нее по звуку. Из донесения генерального секретаря отдела СС Анненербе Вольфрама Зиверса Адольфу Гитлеру от 9 сентября 1942 года. Мой фюрер, мы находимся в шаге от величайшего археологического открытия, которое перевернет все прежние представления об истории. После окончания наших исследований Германия предстанет как никогда сильной, и ее враги в скором времени будут повержены. Работа проведена с истинно арийской скрупулезностью и точностью, и она вполне достойна древнего наследия, которое оказалось у нас в руках. В 1939-1941 годах германское оружие было где-то лучше, где-то хуже оружие союзников и Красной Армии. Но ситуация резко изменилась в 1942-1943 годах. когда немцы стали опережать и СССР, и западных союзников в области технологии и, соответственно, системы вооружения. Немцы принципиально сделали ставку, например, на создание управляемых ракет. И что дает возможность, как бы сказать, связать вот эти появления немецкого суперракетного оружия с какими-то мистическими силами, то есть, попросту говоря, что чуть ли не инопланетная цивилизация помогла немцам создать вот такие вот такое оружие. Такие поразительные технологические прорывы сейчас принято называть научно-технической революцией. Немецким ученым и конструкторам словно кто-то открыл глаза. Управляемые зенитные комплексы, приборы ночного видения, реактивные самолет, баллистические ракеты, сверхтяжелые танки. Почти вся эта техника ныне является привычным атрибутом любой современной арки. Но в 1943 году все эти новшества были из области фантастики. Немцы не успели, буквально чуть ли не несколько дней не хватило для того, чтобы использовать массово на поле боя противотанковые управляемые ракеты, зенитно управляемые ракеты и даже мисквенитентальные ракеты для стрельбы по Соединенным Штатам. Кстати сказать, вот это создание немцами и даже испытание первой ракеты мисквенитентальной А9-А10, как они называли, породило множество слухов о том, что немцы запускали космонавтов и так далее. Немецкие поисковые партии работали вдоль всего Северного морского пути. Субмарины из знаменитого призрачного конвоя Адольфа Гитлера, перевозившие самые секретные и ценные грузы третьего рейха, вплоть до весны 45-го года совершали грузовые вояги в самые дальние районы Советской Арктии. Гиперборейское наследие помогло фашистской Германии добиться победы. Ученым рейха не хватило времени и знаний, чтобы на полную мощность запустить свое чудо оружие из прошлого. Но их успехи не остались незамечены. Отголоском первой арктической битвы можно считать грандиозную шпионскую войну, развернувшуюся по всей Германии весной и летом 1945 года. Советские, английские, американские и французские специальные группы с оружием в руках насмерть бились друг с другом за техническое наследие Третьего рейха. Наступала новая эпоха. Эпоха ядерного противостояния в Арктике. Кольский залив. Северная конечность Кольского полуострова. Одна из самых милитаризованных точек планеты. Одного залпа сконцентрированного здесь оружия хватит, чтобы стереть с лица земли целые континенты. Такие места можно было бы считать наследием холодной войны, если бы не одно но. Битва за Арктику вновь стала темой, нисходящей из газетных полос. Войны за влияние в Арктике это суровая реальность, причем весьма недалекая. Причины просты. Во-первых, имеет место общее потепление на планете, что приводит к освобождению значительных регионов Арктика от льда. И в этих условиях создаются благоприятные условия для разработки ценнейших ресурсов, которые там хранятся. Недавно достоянием общественности стал один весьма интересный документ, который свидетельствует о том, что еще в 1947 году отдел стратегических исследований США, предшественник Центрального разведывательного управления, представил в Госдепартамент секретный меморандум. В нем были обозначены основы новой полярной стратегии, где прямо говорилось о будущей экспансии США в Северном Ледовитом океане. Международного правового регулирования такого четкого по сути дела не было. Было определенное международное регулирование поверхности ледов, прежде всего поверхности Северного Ледовитого океана, а вот то, что мы называем дном, оно по сути дела вот это пространство не урегулировано. Главная база ВВС НАТО в Гренландии. За день здесь поднимаются в небо несколько десятков самолетов, включая стратегические бомбардировщики. Реально это не что иное, как бескровная борьба за жизненные пространства и стратегическую инициативу. Но мистический подтекст всей этой грандиозной милитаризации полярных просторов никуда не исчез. Главный опорный пункт НАТО в Арктике, носит название Туле. Для европейской эстетики, для европейской культуры Туле это как позывной, как код. То есть для людей, что называется, посвященных. То есть если вы верите в Туле, значит вы верите в существование некой процивилизации, которая создавала европейскую культуру. Можно по-разному называть, там гиперборейской, арийской и так далее, атлантической, но это определенный образ, который для самосознания европейцев очень важно. Сегодня на изучение Арктики брошены самые современные достижения человеческой мысли. Атомные подводные эскадры и ледокольные флотилии. Небо над Северным полюсом патрулируют сверхсовременные бомбардировщики, а с орбиты за пустынными полярными просторами наблюдают целые спутниковые группировки. Парадокс ситуации заключается в том, что в основе этих технологий лежат те самые результаты германской технологической революции. Существует несколько версий о причинах, по которым погибла гиперборейская цивилизация. Согласно одной из них, гиперборейцы стали жертвой глобальной войны, разразившейся в древности. Великие расы, подчинившие себе силы природы, уничтожили себя сами, не в силах удержать в узде собственные великие технологии. Нынешняя Арктика вновь может стать ареной войны, угрожающей самому существованию планеты. Сам факт того, что здесь расположен геомагнитный полюс Земли, создает благоприятные возможности для создания систем по типу ХАРП, способных оказывать воздействие на погоду образования на всей планете. Работы в этом направлении ведутся весьма активно. Системы такие уже созданы. Это на Аляске, это в районе Норвика в Норвегии и в районе Тулена в Гренландии. Не прошло и двух десятков лет со времени окончания Холодной войны, а об арктических и полярных войнах вновь начали говорить как о чем-то очень и очень вероятном. У всех стран, входящих в нынешний Арктический Совет, свое видение будущего Арктики и особое место здесь принадлежит России. Мы более активно вложили сюда ресурсы в определенный период, особенно в советский период, и может быть чуть более ранее в имперский период попытались сделать что-то в этих пространствах. Достижения на этом пространстве и тут надо уже очень грамотно распределять долю ресурсов, которые мы получим от этого проекта, все получат, все человечество, но при этом соблюдая какие-то такие рамки приличия, что называется. Военные приготовления в Арктике вновь идут вокруг древнего наследия. Углеводороды на арктическом шельфе не что иное, как остатки самых архаичных форм жизни на Земле. Нефтяные и газовые линзы свидетельствуют, что когда-то в этих местах располагались плодородные и богатые живностью земли. Я, например, пределал живуюсь версии, это моя версия не уникальная, в общем-то некоторые креционисты я встречал, писали об этом, что месторождение нефти это есть переработанные оставки погибших в результате катастрофы животных, растений и людей, точнее сказать предков людей, которые раньше обитали. И здесь, если Гиперборея или Сварга или Джамбудит был населенный континент на протяжении очень длительного времени, миллионов лет, он был охвачен несколькими глобальными катастрофами, то вполне возможно, что именно вот эти там нефтяные месторождения и есть законсервированные их останки, которые со временем, когда были перекрыты мощными призмами осадочных отложений, превратились в нефть и газ. Сейчас все страны, имеющие интересы в Арктике активно вооружаются. К борьбе за обладание полярными ресурсами подключаются новые политические тяжеловесы вроде Индии и Китая. И не станет ли Арктика последним полем битвы человечества в его стремлении овладеть легендарным наследием предков? И не исчезнет ли наша цивилизация, как когда-то исчезли древние цивилизации Ариев, Атлантов и других легендарных народов? В августе 1994 года, то есть шестью месяцами ранее странного инцидента с хронометром на американской полярной станции, в водах Северной Атлантики произошло еще более загадочное происшествие. Команда норвежского рыболовного траулера заметила в море спасательный круг с человеком. Когда подошли ближе, то обомлели. Это был годовалый ребенок. Девочка. Изрядно замерзшая, но абсолютно здоровая. Но более всего видавших виды рыбаков обескуражил сам спасательный круг, к которому была привязана малышка. На круге была надпись Титания. Уже на берегу, когда уточнялась личность спасенной, специалисты иммиграционной службы были повергнуты в шок. Девочка оказалась одной из пассажирок того самого Титаника, затонувшего в 1912 году. В архивных документах сохранилось упоминание, что ребенку отроду было 11 месяцев, когда она с мамой попала на борт печально знаменитого океанского лайнера. С тех пор она не стала старше ни на один день. Что же на самом деле произошло? Человек, исчезнувший 82 года назад, неожиданно явился таким, словно и не было этих нескольких десятков лет. Ответить на этот вопрос официальная наука не решается. Но некоторые исследователи и эзотерики утверждают, это особое явление и имеет оно свое четкое название врата времени. На самом деле врата времени это условное понятие, которое может характеризовать некий портал между сегодняшним днем и прошлым или будущим. Одно из двух исчезали люди и появлялись в прошлом и исчезали и видимо появлялись в будущем. Понять то, что они появлялись в будущем мы сейчас не можем. Это только будущее покажет. А то, что современные люди появлялись в прошлом а люди из прошлого живут рядом с нами факты имеются. Первыми наявления врата времени стали обращать серьезное внимание советские и американские военные летчики которые во времена холодной войны патрулировали приграничные территории. Вполне логично, что все факты загадочных инцидентов происходивших во время таких полетов строго засекречивались. Но все же некоторые данные просачивались. Рапорты о попадании летчиков во врата времени достаточно скудные. 1976 год. Советский летчик-истребитель Виктор Орлов сообщил, что совершая полет на МиГ-25 своими глазами видел разворачивающиеся прямо под крылом его самолета военные действия, где использовались пушки и ружья 19 века. Специалисты пришли к выводу, что пилот наблюдал битву, происшедшую в 1863 году близ города Геттисберга. 1993 год. Американский пилот Рой Уитман, совершавший полет над штатом Флорида, внезапно увидел, что внизу находится территория, похожая на средневековую Европу. «Я увидел огромный костер и рядом с ним груды человеческих тел», рассказывал летчик. Возможно, он попал в то время, когда в Европе свирепствовала чума. Еще один летчик военно-воздушных сил НАТО рассказал о том, как вошел в плотный туман, а вынорнул из него в самый гуще воздушного боя, развернувшегося во время Второй мировой войны. Как союзники, так и немцы, по словам пилота, при виде его современного самолета разлетелись кто куда. Все путешествия длились не более 20 секунд, и летчики совершали их как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых скоростях. Специалисты, изучающие аномальные явления, считают, что врата времени — это некий шлюз для перехода из мира реального в мир параллельный. Предположение о существовании параллельного мира было высказано еще в 50-х годах 20-го столетия в США. А впоследствии это доказали несколько ученых Оксфордского университета, работающих в области квантовой механики. И в частности, провалились такие эксперименты, просто человек вставил камеру, снимал улицу, ну, скажем, московскую, и наряду с обычной картиной улицы, с людьми, человек получал еще наложение другой картинки, фигуры в балахонах, еще что-то такое, понимаете? То есть такое ощущение, что с помощью визуализации этих областей невидимых спектра мы получали еще визуализацию некого параллельного мира, параллельной реальности. Кстати, гипотезы о параллельных мирах выдвигали и наши соотечественники, в их числе академик Моисей Марков. Он считал, что есть несколько миров, отстоящих друг от друга на кванты времени, в которых последовательно происходят одинаковые процессы. А посему, если научиться переходить из мира в мир, то можно посетить и свое прошлое. и будущее. Другой российский ученый, профессор Пулковской обсерватории Николай Козырев, утверждал, что существуют вселенные, параллельные нашей, а между ними есть туннели, черные и белые дыры. По черным дырам из нашей вселенной уходят параллельные миры материя, а по белым от них к нам поступает энергия. Исследователи, изучающие различные феномены, связанные с перемещением человека во времени и пространстве, утверждают, что перескочить из реального мира в другой непросто. Параллельные линии, как известно, не пересекаются. Но есть определенные районы этих линий, где граница истончается. И там как раз и могут находиться так называемые места переходов. Есть места переходов, которые действуют практически постоянно во время каких-то неизвестных нам факторов, неизвестных сочетаний, неизвестных физических воздействий. Одним словом, есть наверняка патогенные аномальные зоны, где переходы в другие пространства и измерения могут происходить в любой момент. Условно говоря, круглосуточно, 24 часа в сутки. Одно из таких аномальных зон, где находится так называемое постоянное место перехода из реального мира в параллельный, исследователи называют остров Барса-Кельмес на северо-западе Аральского моря. Само слово Барса-Кельмес в переводе с тюркского буквально означает «пойдешь, не вернешься». Это место с древних времен пользовалось у местного населения дурной славой. А все потому, что на острове постоянно исчезали люди. Причем объяснить причину их исчезновения никто не мог. Пропадали люди вплоть до конца прошлого столетия. Там находилась загадочная советская станция, научная станция, которая изучала полеты саранчи, как ни странно. Вот. Одно время у нас в стране очень увлекались созданием не только бактериологического и климатического и тектонического оружия, но и биологического оружия, такого, как, например, руководимое человеком стаи саранчи, которые могут уничтожать, как известно, целые сотни гектаров за считанные часы. Этот остров, видимо, там находился какой-то вход в другое измерение. Среди местного населения сохранились свидетельства того, что на острове неоднократно появлялись загадочные незнакомцы из неизвестных культур и других эпох. В частности, в 1984 году наряд милиции задержал человека, который пытался покинуть барса Кельмес на рыбацкой лодке. Мужчина этот был одет в шелковую одежду красного цвета и разговаривал не то на японском, не то на китайском языке. В результате длительных поисков милиционеры нашли нужного переводчика. Когда начался допрос, переводчик был удивлен до предела. Задержанный говорил на редчайшем диалекте японского языка, который существовал в стране восходящего солнца три столетия назад. В ходе дознания незнакомец поведал о том, что он японец, что родился в 1718 году и принадлежит к императорскому роду. Он также добавил, что путешествовал на корабле по Тихому океану, но попал в шторм и вдруг оказался на берегу острова в Аральском море, то есть там, где его и задержали советские милиционеры. Ученые уверены в том, что этот случай, а также множество подобных, свидетельствуют о том, что на нашей планете существует немало мест, в которых происходят странные вещи. В Москве просто существует несколько таких так называемых геопатогенных зон. Они есть, например, в Останкине, само-то слово какое, в общем, если подумать. Вот, в районе Хорошевки, это одна из самых тяжелых геопатогенных зон. Вот те, кто там оказывается, а там бывает, в общем-то, сравнительно мало людей, все они в той или иной степени подвержены этому какому-то воздействию. То есть они приходят туда и чувствуют, что если они как бы не остановятся, а пойдут дальше, то они могут просто исчезнуть. То есть какой-то подсознательный страх держит многих на этой вот границе, не дает ступить дальше. А те, кто ступает дальше, те исчезают. В средневековой Европе те места, в которых происходили пространственно-временные аномалии, назывались ловушками дьявола. Например, на дороге, ведущей в Дрезден, когда-то стоял большой валон, посредине которого было широкое отверстие. Внешне этот камень напоминал ворота. Если верить дрезденским хроникам, которые утверждают, что любой путешественник, проходящий через это отверстие в камне, исчезал без следа, то вполне можно предположить, что это и есть врата времени. В 1546 году городской магистрат принял решение о том, чтобы выкопать рядом с этим валуном глубокую яму, после чего свалить туда колдовской камень и засыпать его землей. Но это не помогло. Говорят, люди пропадают там и сейчас. А при этом исследователи уверены, что так называемых ловушек дьявола тысячи и расставлены они по всей планете. У нас в стране, да и в мире тоже, но в стране просто чудовищная статистика исчезновения людей. У нас исчезают, по-моему, 12 тысяч человек в год без следа. То есть не те, которые найдены, а которые не найдены. То есть я считаю, что часть этих людей может переноситься в другие миры и смотреть на нас из будущего или из прошлого. Многим все-таки удается возвращаться. Сицилийские хроники за 1753 год рассказывают о том, что в небольшом поселении Такона во дворе заброшенного замка буквально растворился в воздухе ремесленник по имени Альберто Гордоне. Причем случилось это на глазах изумленных свидетелей. Почти три десятилетия спустя Гордоне появился на том же месте, на котором пропал. Он был крайне удивлен расспросами людей, где был. При этом признался, что попал в какой-то странный тоннель белого цвета, в конце которого был виден яркий свет. И мужчина отправился именно туда. И, как показалось самому ремесленнику, буквально через несколько минут ему удалось выбраться обратно в замковый двор. Незадачливый ремесленник был обследован врачами. И те пришли к выводу, что мужчина в здравом рассудке и не лжет. Есть случаи, когда люди стойко переносили подобные приключения, но и полностью снова возвращались в общество и в лучшем случае рассказывали о своих приключениях иногда со смехом, иногда, как бы сказать, серьезно, но тем не менее понимали, что слишком много говорить, наверное, нельзя, поскольку во все времена за подобные рассказы вообще рассказчикам грозит, ну, как минимум, сумасшедший дом. Уже почти сто лет исследователи пытаются разгадать загадку ловушек дьявола и перемещений в прошлое. Первым ученым, чей эксперимент в этой области был официально зафиксирован, оказался Альберт Эйнштейн. Правда, согласно летописям, изучить феномен ловушек дьявола люди пытались и в доисторическую эпоху. Так, к примеру, античные философы и древнеегипетские жрецы, алхимики и эскулапы средневековья постоянно находились в поисках способов управления временем. И иногда это даже удавалось. К примеру, в небольшом старинном монастыре в городке Люньен сохранился документ, который датирован концом 17-го столетия. В нем упоминается о некоем алхимике по имени Альбрехт. который при помощи философского камня сумел перенестись в эпоху Фридриха Барбароссы и позже составил подробный отчет о своем путешествии в прошлое. Кроме того, существуют некоторые косвенные доказательства того, что в нацистской Германии проводились эксперименты по созданию машины времени. По образу и подобию той, что стала героем пьесы Михаила Булгакова, Иван Васильевич меняет профессию. Только в Третьем Рейхе к производству такого устройства ученые подходили абсолютно серьезно. Контекст был такой, что в общем-то трезвые люди уже в Германии к 42-му, 43-му году уже понимали, куда идет, о чем идет речь. То есть было понятно, что собственно Рейх уже проиграет и поэтому искались некие новые способы, включая даже самые экзотические, чтобы собственно каким-то образом спасти положение или увести что-то, переместиться во времени возможности. Что касается Эйнштейна, то он, пользуясь разработками другого легендарного физика Никола Тесла, сконструировал электромагнитный прибор, с помощью которого в 1943 году сумел удалить из современной пространственно-временной матрицы эсминец Элдридж ВМС США. На самом деле эксперимент носил чисто утилитарный характер. Стояла задача разработать способ, при котором американские военные корабли были бы невидимыми для врага. Для этого на эсминце создали так называемый электромагнитный пузырь, то есть экран, отражающий сигналы радаров противника. Однако в ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке, на удалении в сотни миль. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. То есть человеческие тела вошли в соприкосновение с неживой материей, то есть с обшивкой корабля, с металлическими конструкциями и оказались впаянными, в мороженными. Не хватает просто слов для описания вот этого кошмара, который там происходил. И все это было под наблюдением команды ученых. Последствия эксперимента оказались более чем драматичны. Из всего экипажа, а это 180 моряков, обратно из путешествия во времени вернулись невредимыми только 20. Остальные погибли от ожогов, облучения, поражения электрическим током и разрыва сердца. Впоследствии ученому пришлось уничтожить свой прибор и все чертежи. от ожогов, от ожогов. Уничтожить Уничтожить Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...